Большие перспективы ждут промышленность Сибири. Иркутская область может стать одной из территорий, которую затронет масштабный проект Красноярская технологическая долина. Это особая экономическая зона, соглашение об открытии, которое было подписано в рамках экономического форума, который прошел в соседнем регионе. В чем же заключается основная идея технологической долины? Она подразумевает создание в Сибири современных промышленных предприятий по глубокой переработке алюминия. Там будут выпускать материалы, необходимые для авиации, автомобиля и судостроения. Предполагается, что это позволит не только увеличить долю экспорта по отдельным видам продукции, но и обеспечит стабильное развитие данной отрасли. Но и будут созданы новые рабочие места, что сейчас особенно актуально. Инициатором проекта выступила компания «Русал», в структуру которой входят иркутские братские алюминиевые заводы. Так что все позитивные перспективы проекта, скорее всего, коснутся и нашего региона. Я думаю, что мы и в Иркутске, и вместе с Сачинском, и с Красноярском должны будем проанализировать перспективы, понять, что мы можем из этого получить хорошего каждый для своего субъекта. И уверен, что в любом случае это инициатива, которую надо поддерживать. Те инициативы, которые направлены на развитие, в любом случае. Получится они, взлетят они вот так или взлетят они вот так, это в любом случае хорошо, поэтому будем помогать. Таким образом, Сибирь ждет новая веха в развитии алюминиевой промышленности. Сейчас у ее руля встал Евгений Никитин. Почетный металлург России занял пост генерального директора «Русала». Евгений Викторович не понаслышке знает обо всех нюансах работы масштабного производства. Свою карьеру он начал с должности электролизника на алюминиевом заводе в Хакасе. Это было еще в 90-х. В Красноярск он переехал 9 лет назад. Благодаря нестандартному подходу к решению проблем, а также реализации новых проектов, удалось добиться впечатляющих результатов. Завод под руководством Никитина вошел в список самых эффективных предприятий «Русала» и в данный момент возглавляет его. Важно отметить, что теперь управление одной из самых крупных в мире промышленных компаний будет осуществляться именно из Сибири, поскольку тут находится руководство компании. А планы по ее развитию большие. Касаются они и предприятий, расположенных в Иркутской области. Моя задача, чтобы люди, начиная от рабочего и заканчивая управленцем, раскрывали свой потенциал. Те навыки, которыми они обладают. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне. Алюминиевая промышленность – лишь одно из направлений экономики, которое важно развивать. Эти и множество других тем были затронуты на Красноярском экономическом форуме. Об уровне мероприятия говорит и список участников. Это представители от правительства России, главы регионов, крупные бизнесмены. Форум длился несколько дней. В числе ключевых событий было заседание Совета при полномочном представителе президента в Сибири. Там, в частности, при участии представителя при Байкале обсуждали будущее угольных теплоэлектростанций.